Подбор нарядов, многодневные репетиции и очередь к парикмахерам, визажистам и стилистам. Все ради одного вечера. Студенты Омского государственного университета окружат танцы полонез в стенах концертного зала. Разучивали движение они более месяца. Человеку непосвященному может показаться, что танцевать легко. На самом деле это очень большой труд. Ребята проделали огромную работу. Мы очень упорно репетировали, поэтому они сегодня большие молодцы. В 19 веке студенты танцевали этот же танец полонез или нет? Я думаю, что студенты танцевали и полонез, и вальс, и мазурку, и польку. И огромное другое количество танцев, которые способны станцевать и наши сегодняшние студенты. Молодой человек, вы умеете танцевать в вальс? Конечно. А меня научите? Конечно. Что делать в первую очередь? Получается, вы должны руки у меня за шеей как бы хлопнуть, а я в этот момент вы должны сказать только по своей. Как вас зовут? Меня зовут Антон. Спасибо вам, Антон, большое. А вот танцевать в платье с кринолином вдвойне сложнее. Из-за объемной юбки близко подойти к партнеру невозможно. Поэтому выбор наряда для дам серьезная задача. Кто-то потратил на это неделю, а кто-то пару минут. Мой образ вылился в нор рублей, ноль копеек. Я просто на ночь заплела косичку, расплеваю, сделала прическу, накрасила ресницы, попросила у девочек платье и все. Платье стоит пять тысяч и всего на один раз. Не, ну я буду ждать, чтобы мои подруги вышли замуж, и я подготовилась. Полонезом открывали ректорский бал и в педагогическом университете. Подобные вечера для вуза – традиция. По старым академическим традициям отношения между студентами и преподавателями всегда были не только учебными, но и наставническими. В частности, до революции, помимо традиций ректорского бала, которое насчитывает века. Еще с 19 века подобные балы проводятся постоянно. Их цель – создать для студентов и преподавателей общие воспоминания. И не в академической, а в дружеской праздничной атмосфере. Ведь ничто так не сближает, как танец. Светлана Еловнарова и Алексей Попов. Новости здесь, Омск.